Добрый вечер, товарищи! Добрый вечер, господа! Спасибо, что вы пришли к нам в русский дом. Заканчивается четвертая седмица по Пасхе. Жизнь снова вошла в обычное, привычное для нас русло. Сумеем ли мы пронести вот этот очаровательный пасхальный свет через всю свою жизнь? Зависит, конечно, от нас с вами, от каждого из нас. Накануне Пасхи, Великий Четверг, у нас прошел русский дом, гостем которого был митрополит Смоленский и калининградский Кирилл. Мы получили очень много звонков и писем с просьбой повторить эту передачу, ибо многие наши постоянные зрители в этот день были на службе. Мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. В начале Великого Поста мне рассказали одну притчу. Садовник пришел в сад и увидел дерево, на котором в изобилии плодов. На нем плодов так много, что некоторые ветви оказались сломанные от изобилия. И он воскликнул, здесь похоронен тот, кого погубило богатство. И вот, когда я спросил, а что же эта притча значит, мне сказали, вот, вероятно, мы уподобляемся часто вот этому фруктовому дереву, когда духовное мы предпочитаем, духовному предпочитаем материальное. А я вот подумал, ну а как же можно любить и желать то, что мы не знаем. Вот то, что мы видим, это хорошо, это мы знаем. Вот достаток в семье, все здоровы, работа хорошая, вот человек мне нравится. А как можно любить то, чего я не вижу и не знаю? Вот как это определить тот идеал? Очень интересный вопрос. Я бы хотел вот с чего начать. Дело в том, что когда в церковной проповеди священник призывает людей к духовному идеалу и говорит, что духовный идеал должен быть доминантой человеческой жизни, что он должен быть основным, основным, а материальные все устремления человека должны быть вторичные, то нередко это вызывает у людей действительно законное недоумение. И говорят, ну как же так, ну ведь нужно есть, пить, одеваться. Это наш мир, это вот то, где мы живем. И ведь, собственно говоря, каждый работает для того, чтобы заработать деньги и на эти деньги что-то купить. То есть как бы опыт повседневной жизни входит в какое-то противоречие с тем, к чему вроде нас призывает и церковь. И поэтому вот понять, что же все это означает, я думаю, очень важно, потому что если человек понимает, то он в руки свои берет, в конце концов, ключик от своего собственного счастья. Ведь действительно понять, зачем мы живем и что является целью и приоритетом нашей жизни, это означает, что мы идем по правильной дороге, если цель, которую мы перед собой ставим, правильная. Так вот, тогда мы и окружаем себя тем, что хотя бы отдаленно напоминает наш идеал. Конечно. И вот теперь в отношении идеала. Дело в том, что если вы нарисуете в своем сознании какой-то идеал и скажете, что вот стремление к этому идеалу является главной целью моей жизни, то вы всегда немножко будете кривить душой. Потому что теория не может быть главным в человеческой жизни. Достаточно этой теории войти в конфликт с практикой, с отсутствием электричества, с тем, что водопровод перестал работать, с тем, что тебя из очереди вытолкнули, в электричку не сел. Как вся теория улетучится, ты будешь лицом к лицу с практикой. И поэтому идеалом должна быть не теория, а идеалом должна быть практика духовной жизни человека. У человека должен быть духовный опыт. Возьмите святые мученики. Я всегда поражаюсь этому примеру. Вот жития святых доносят до нас мученические страдания. Девочки молоденькие, мальчики, юноши, воины. Им говорят, воскури фирмям перед статуей императора, будешь иметь все. Он, она говорили нет. И в ответ на это не просто были казнены, умучены, злодейски, страшно. Когда читаешь об этих ужасах, думаешь, как человек мог выдержать все это, возникает вопрос, а как? Вот потому что идеал, в котором жили эти люди, не был теорией, это была практика, это был опыт жизни. Каждый день люди, живя в общении с Богом, вот в атмосфере этого духовного идеала, понимали, что он прекрасен. И что сменить этот идеал ни на что другое невозможно. Почему один человек, простите, изменяет жене, а другой не изменяет? Вот простите за такое грубое сравнение, потому что опыт одного в семейной жизни прекрасный, а опыт другого безобразный. И он ищет чего-то другого. Потому что от прекрасного не уйдешь. Чаще всего за нашими грехами есть какая-то еще и объективная причина. Поэтому, если говорить об идеале, то в первую очередь нужно иметь в виду, как мне кажется, что идеал это не теория. Идеал это духовный опыт. Но духовный опыт формируется соответствующими поступками, а поступки выстраиваются в соответствии с какими-то идеями и принципами. Поэтому без теории идеала тоже построить невозможно. Но сама теория не может быть идеалом. Для русского человека, может быть, я и не прав, все-таки внутренний мир формировался русской православной церковью, православием, религией. И если была эпоха Ренессанса, то у нас была эпоха возведения храмов, соборов и прекрасной иконописи. Идеальный образ древнерусского художника-иконописца обрисован в 43-й главе 100 глава, источника 16-го века. Подобает быть живописцу смиренную, кроткую, благоговейную, не прознословцу, не смехотворцу, не сварливую, не завистливую. Особенно же хранить чистоту душевную и телесную, со всяким опасением. И подобает живописцам часто приходить к отцам духовным и во всем с ними совещаться. И по их наставлению и учению жить в посте, молитве и воздержании, со смиренно мудрием, без всякого зазора и бесчинства. И с превеликим тщанием писать образ Господа нашего Иисуса Христа при чистой Богоматери. И чтобы хорошие иконники и их ученики писали с древних образцов. А вот самомышленнее бы и своими догадками божества не описывали. Для меня это сейчас единственное, что хочется, уподобиться. То есть слово очень хорошее, потому что, ну, для того это все высоко, что нам только подняться, хоть немножечко, как преподобные, уподобиться. Когда я не был неверующий, для меня был Бог это искусство и все силы, и отдавал Ему. А когда пришел в церковь, стал все переосмысливать и понял, что если Господь мне дал талант, то я должен послужить Господу. И поэтому как бы все стало поворачиваться на 180 градусов. Открылся мир иной, то есть мир духовный. Христианин живет уже по обратной перспективе. Он должен жить, потому что, если так вспомнить слова Христа, он все во время службы часто повторяет «Мир вам!» То есть мир мой даю вам. Мир духовный, истинный, прост. Бесконечность его реально собрана сама в себе. Образы этой реальной бесконечности воплощаются и живут лишь в простейшей, конкретной, немечтательной форме. Иконопись, противоположность живописи, не рассеивает душу в образах мечтательных, а собирает ее, сосредотачивает мысль на материально ограниченном пространстве. Поверхность доски есть тот мир, то ограниченное пространство, из которого образ сам себя выкраивает. Линия материальна и реально участвует в этом оформлении. Краска, цвет, оставаясь сама собой, является как бы тканью тела этого образа, обладая как бы некой материальной, воображаемой, вполне конкретной плотностью. Это и есть то иконописное тело, которое является единственным пластическим выражением тела духовного. Иконописное тело, создавшее себя через духовный сосуд иконописца, из доски, линии, краски, плоскостей, есть единственная форма по простоте своей и конкретности, способное быть обиталищем благодати. Да не в этом дело, не в дыме дело. А в чем? Не знаю. А почему глаза отводишь? Да не могу я! Не вовремя я вас прервал. Раз это момент отрицательный в этом фильме. Потому что не мог он в таком состоянии приступить. Он не должен метаться, он уже должен быть в состоянии чуть-чуть духовным. Тогда только он уже прикасается. Меня так поразило этот фильм, когда он на белую стену так это бросается, и в таком мученстве. Нет, тут уже муки творчества это не подходит сюда. Преподобный Андрей и Даниил, они же даже в праздники они удалялись и созерцали иконы. Для них это были живые образы. Для всех нас, для ведущих, они прежде всего живые образы. Все иконы Рублева почитались чудотворными. Вероятно, не только за святость писавшего, но и потому, что взаимная необходимость и цельность всех отдельных элементов его творчества достигала той высоты, которая присуща божественному. Поэтому о чем можно говорить? О каком-то страстном состоянии или состоянии творческих мух или так сказать нету этого? Этого и быть не может на духовном уровне. Это может для человека страстным быть, который не может по-другому мыслить. А для человека духовного, если он находится в безмолвии и со Христом, в тишине полной, если он слышит эти неизреченные глаголы Божьи, о какой страсти может идти речь, когда сам Господь с ним говорит? Конечно, если Господь что-то откроет, это не какое-то видение такое искусственное. Это должно быть изнутри все. Конечно, это конкретно у меня задача копия и реконструкция. А если я пишу просто образ, то я беру все, что есть, самые лучшие образцы, изучаю их и не копирую, а делаю образ, как мне представляется, идеальный. Русские люди рассматривали иконопись как самая совершенная из искусства. К иконе относились с величайшим уважением. Считалось неприличным говорить о продаже или покупке икон. Иконы выменивались на деньги, либо дарились, и такой подарок не имел цены. Вместо икона сгорела, говорили, икона выбыла или вознеслась на небо. Икона была окружена ореолом огромного нравственного авторитета. Она являлась носителем высоких этических идей. Церковь справедливо считала, что икона может быть сделана только чистыми руками. Бог имеет власть над своей тварью. Он может взять человека и поставить его на служение. Вот скажем, допустим, мирской человек становится священником. Все, что он совершает, совершает не он сам лично священник такой-то или такой-то, а совершает благодать Божию, который через него поставленный на служение Владыка. Сейчас посмотрел я вот этот сюжет, знаете, о чем подумал? Вот вспомнил такое изречение, что любящий земное воле небесного лишится и небесного, и земного. А я как раз вот смотря этот сюжет, еще раз подумал о том, о чем мы говорили с вами в начале беседы, об идеале. Вот возникает вопрос, что такое действительно иконопись. Для некоторых современных людей она малопонятна. Но вы правильно сказали, что иконопись это особая страница в истории мирового искусства. И вот если сравнивать иконопись с более поздним живописным искусством, то можно уловить одну очень важную деталь. Живописное искусство более разнообразное, более богато с точки зрения сюжетов, различных форм. Но в иконописи вы лицом к лицу соприкасаетесь с чистой реализацией некоего идеала. И чем древнее иконопись, тем она строже. Если возьмете икону 16 века, то кроме поля и изображения ничего нет. В 17 веке вы можете уже увидеть изображение домов, деревьев, даже растений, животных, а в 18 веке уже элементы живописи входят в иконопись. Но древняя иконопись, и византийская, и русская иконопись, это очень строгое выражение духовного идеала. И вот правильно один из законописцев говорил о том, что не мог Андрей Рублёк писать так, как изобразил Тарковский. Не мог. Потому что с внутренним смятением, с бурей, со страстями невозможно воплотить возвышенный религиозно-нравственный идеал. Еще древние говорили, подобное познается подобным. Должна должна быть некая способность сочетать природу идеала со своим внутренним духовным миром. Вот как раз в телевизионной студии уместно употребить такой пример из радиотехники. Что происходит, когда мы ловим станцию на приемнике? Мы контур приемника сочетаем по колебаниям с работой передатчика. Мы подстраиваем приемник к передатчику. Вот то же самое происходит в нашем сердце. Для того, чтобы схватить божественную благодать, принять ее, почувствовать божественное присутствие в мире, человек должен настроить свой приемник. И как зажигается лампочка индикатора на приемнике, когда точно вы настроились на волну, вот так же зажигается невидимо внутренняя лампочка в сердце человека. Человек обретает покой, мир, счастье, полноту жизни, тот самый идеал, ради которого мученики шли на смерть. Шли потому, что они счастливы были, шли потому, что они не хотели оторваться от этого идеала. И вот этот внутренний мир художника выражается в этом возвышенном искусстве иконописи. Здесь действительно молитва, покой, мир душевный, и нельзя быть человеком бездравственным, терзаемым страстями и создавать прекрасные иконы. А вот скажите, почему вы думаете, что вот именно в России, на Руси, вот именно иконопись получила вот такое гигантское развитие и стало явлением мирового порядка? Дело в том, что ведь искусство всегда должно иметь своего читателя или зрителя или созерцателя. если никто бы не понимал иконописи в России, она бы и не развивалась, она бы заглохла, зачахла. Но был высокий очень уровень духовной жизни народа. Ведь мы говорим, что наша Родина была святой Русью. Что такое святая Русь? Это ведь не количество храмов. И количество храмов и монастырей в Западной Европе не меньше, чем на Руси. Это общий нравственный идеал духовный, которым жил народ. И это высокая степень реализации этого идеала в практике повседневной жизни. И поэтому икона была понятна для наших людей. Соприкасаясь с иконой, они чувствовали мир иконы. Он был близок для них. А вот современный человек смотрит, простите, как баран на новые ворота, ничего не понимает. Сколько раз говорят, приходится на письма иногда отвечать, но мы не понимаем, что такое икона. Ну что это такое? Какая-то асимметрия, какие-то искусственные жесты, какая-то странная композиция. Что это такое? Это не только потому, что человек не обучен, не только потому, что он просто не знает каких-то жанровых особенностей иконописи, но и потому, что еще духовный мир страшно далек. А вот особенно эта связь духовного мира иконы с иконописцем особенно важна. И иконописание всегда было неким духовным подвигом. И поэтому не случайно церковь многих из иконописцев, включая Андрея Рублева причислила к лику святых. Она бы не причислила вот того человека, которого показал Тарковский, которого разрывали внутренние страсти и противоречия к лику святых. Вот вы сказали, что был такой духовный мир русского человека, что он понимал икону, он жил геем. И он стремился к этому идеалу, который он видел в образе иконы, изображенной на иконе. А вот значит, у нас получается, что сегодняшний наш человек настолько духовно и нравственно отошел от этого идеала, настолько духовно и нравственно погряз в грехах своих, что он и создает вокруг себя вокруг себя именно то, что он внутри себя чувствует и видит. Совершенно к нам ближе из нашей жизни, из которой мы только что с вами пришли вот сюда в студию. Одна из цитаделей современного искусства. Центральный дом художника. Посмотрим, что происходит в нем, а что вокруг него. Выставок тьма. Все больше современных, хотя есть разработки привычной вечности. Потрудился художник на живописной Ниве и отправился поправить свои задумки. Многое другое всячное. Но вот вглядываясь в название цигру, галерей, направлений, задумываясь, а почему собственно нам вдолбили, что понятие современное это все этакие вывеси, выверты или новые шаги в сторону пропасти, если уже не падение в нее. Хотя в общем-то самой среде художников и авангарды, и модерны, посты, перья и нео это уже не писк и не попс. Самым новым мы тоже наслышим. То выкладывается забавная фигура на Красной площади, то отвратительные действия разыгрываются на месте восстановления храма. Вот так авангар. После всего такого обыватель, заметив самые что ни на есть бытовые сцены в городской жизни подумают, нет ли в ней какого-нибудь концептуально-сакраментального смысла. Современные значит шагающие в ногу со временем, или мульсирующие с экрана, или созвучные идеям эпохи. Только вот таким идеям, какой эпохе? Не то ли это бесовщина, редящаяся в одежде прогресса, и в образах архитектуры нагло ползающие в города. Примеров тому не счастлива. Неохота показывать, скажем, эту фабрику для жилья. Или как вам этот бетонно-рыжий таракан, заползший на место Даниловского рынка, а ему на подмогу ползет новый скорпион на рынок тишинский. И ведь забывает отцы города, что архитектурная среда начинает диктовать свои законы. Серая плита дома на набережной так и послужила надгробием многочисленным жертвопалачам, сочинителям, родителям конструктивного социального. С тем же мрачным оттенком списались город и другие дома. Что же, к некоторым деталям мы уже привыкли, адаптировались, что делать, обжились. Поэтому и не удивляемся, как это памятник известнейшего архитектора, поэта и прораба всех перестроек провозвестил рыночный вещевой облик столицы. Хотя тот же рынок отбил в обществе охоту на всякие измы и истины. То, что прежде было под запретом, оказалось пустопорожним гументом. людей потянуло в третьих плотах. И не нужно такое современное, где венцом художественной мысли служит черный квадрат. Лучше лично. Владыка, я вот сейчас о чем подумал. Вот мы сейчас все знаем такую страну современный Египет. Живет там совершенно другой народ. От той страны осталось только название. Вот посмотрел этот сюжет и подумал, а вот не получится ли так, что от нас останется только название страны, а народ-то совершенно другой будет здесь жить. Это может произойти. Это может произойти при определенных условиях, но сохрани Бог, чтобы это произошло. Это значит, что нам придется отказаться от нашего прошлого, от нашей культуры, а значит потерять свою часть своей собственной природы. Но вот в связи с этим сюжетом я бы хотел вот о чем сказать. Я не совсем согласен с трактовкой, которая была за кадром, с комментарием. Да, действительно, это искусство ужасное. Но вот возникает следующий вопрос. Если искусство есть в том числе и отражение внутреннего мира художника, то что будет в том случае, если внутренний мир художника страшный, а художник талантливый, будет страшное произведение искусства? Давайте теперь зададим вопрос, это искусство будет подлинным или оно будет ложным? Оно будет подлинным. Ведь в отличие от фотографии художник не просто фиксирует окружающую природу и окружающий его мир, но он пропускает этот мир через свое собственное внутреннее содержание, он трактует это и самого себя как бы запечатлевает в искусстве. Интересно вот слово объектив, верно, у камеры? Камера фотографирует объектив, объективно совершенно, бесстрастно, бесчувственно. Вот какой мир есть, таким она его через объектив объективно сфотографировала. Нет такого объектива у человека. Человек не способен совершенно бесстрастного воспринимать реальность. Он ее воспринимает, пропуская через свой собственный мир. И если художник затем эту реальность пытается выразить, будь то в живописи, в графике, в архитектуре, то он непременно будет отражать свой собственный мир. И чем этот мир страшнее, тем страшнее будет произведение искусства. И вот в этом смысле у меня довольно спокойное отношение к самым ужасным проявлениям современного искусства. Вот меня иногда спрашивают, вы любите абстрактную живопись или нет? Вы любите сию реализм или нет? Я отвечаю на это так. Я не могу вам сказать, я люблю или не люблю. Мне интересно подлинное искусство. Это зеркало души художника. А в каком-то смысле, вы правильно сейчас сказали, это зеркало души целой эпохи. Ну посмотрите, соборы древности, наши кремлевские соборы и здание вот этого самого центрального дома художников. Замечательные романские соборы Франции и небоскребы Нью-Йорка. Ведь и то, и то отражало и отражает духовный мир человека. И вот по одной только архитектуре мы можем сказать, что с нами произошло, не только как с русскими, что происходит с человечеством. Вот иногда нас спрашивают, есть духовный, есть прогресс или нет? Несомненно, материальный прогресс существует. Но когда вы смотрите на бездушный лик современного страшного мегаполиса и когда вы смотрите на прекрасные творения рук человеческих тысячелетней давности, то думаешь, что же произошло с внутренним миром человека за эти тысячи лет? Да нет, произошла очень простая вещь, по-моему, я так говорю, простая вещь, да? А по-моему, что мы живем так, будто Христос никогда и не воскресал из мертвых. И событие-то такое, вы знаете, ну, было-было, не было-не было. Вот как мы живем. То есть, мы вот этого события-то даже, по-моему, не ощущаем. Оно вне нашего опыта. Вне нашего опыта. А раз не ощущаем, то мы так и живем. Совершенно верно. Знаем по книгам. Одни верят, другие не верят. Но опыта, реального опыта переживания воскресения Христова нет. Но вы знаете, вот вы сказали, я спокойно отношусь, неинтересно. Мне интересен мир этого человека. А я задумываюсь, ну, если так подходить, то тогда те программы телевизионные, которые идут у нас по каналу телевизора, и которые желательно, чтобы они шли в ночное время, чем меньше народу их посмотрело или вообще не шли, значит, мы должны спокойно это тоже воспринимать. Вот тут я бы сказал иначе. Мы не должны спокойно воспринимать. Дело в том, что художник может быть хорошим человеком или плохим. Помните восклицание Пушкина о Буанаротте, или это вымысел толпы, и не был убийцей, создатель Ватикана. Вечный вопрос совместимы ли творчество, гениальность и владельство. Так вот, несомненно, совместимы. И когда мы видим страшный лик современного искусства, то мы должны свидетельствовать о том, что это отражение внутреннего духовного мира человека. Если мы будем пропагандировать это и говорить это норма, это прекрасно, учитесь этому, подражайте этому, примите в себя этот духовный мир творцов этого искусства, мы погубим не только свой народ, мы человечество погубим. Но если показывая эти кошмары, особенно которые являются нам в юридическом некоторых видах абстрактного искусства, если мы будем показывать это и говорить вот этот страшный мир, это же мы с вами. И посмотрите Андрей Рублев с его дивными красками, с его растворенной на доске любовью, лик Богоматери. Что это такое? Это же видимое выражение любви, покоя, мира. Владимирская икона Божией Матери. Какие чувства она может возбудить у самого даже далекого от веры человека, но способного воспринимать искусство? покой, мир, благоговение. Человек прикасается к тайне. С другой стороны страшное образце этого искусства. Так вот задача, я думаю, заключается в том, чтобы общество просто в силу борьбы за возживание, если других аргументов не находит, в силу просто какого-то инстинкта самосохранения защитило себя от разрушительного действия того искусства, которое может действительно погубить внутренний мир человека. Ну, конечно, довольно страшно, когда видишь что-то черное и ты представляешь, что это черное выражает суть человека, а ведь человек, если он несет эту черноту, так он ее и передает окружающим. Значит, все уже находятся под влиянием этой черноты. Так и происходит. Так и происходит. И когда говорит Достоевский о том, что Бог с дьяволом борется, а поле битвы сердца человеческие, то сегодня мы можем сказать, что Бог с дьяволом борется, а поле битвы не одно человеческое индивидуальное сердце, а все общество человеческое. Вот где сейчас идет борьба. Она идет и здесь, на телевидении, и в средствах массовой информации, и в искусстве, и в культуре, и в науке. А наука, ведь можно по-разному использовать результаты научных достижений. И все же вот в борьбе добра со злом, а все-таки зло борется с добром, а не добро со злом, а зло борется с добром, или добро изначально. Есть очень много людей, которые от своей сути, им присущей от сути, нести это добро. Вот об этом сейчас наш следующий рассказ о таком человеке. Совестливый и честный натуре художника Виктора Григорьевича Цыплакова было чуждо все фальшивое показное. Он был стоек и крепок в своих убеждениях, доказывая преданность принципам реализма, традициям московской школы живописи, делом, своим неустанным трудом. Никто не знает, как надо писать, говорил он. Это же тайна. Вот напиши куст, какой восторг. Во всей мировой живописи этого нет. Он никогда не принимал мелочной натуралистической выписанности и говорил на свободном языке настоящей живописи, выразительном и энергичном. Здесь все охвачено движением и Чапаевский конь и сам командир. Жизни важнее всего человек и его земля, родина. Молодой мастер, сын рязанской земли, с Чапаевым ворвался в художественную жизнь страны, вызвав аплодисменты дипломной комиссии Суриковского института изящной фразой «Все сказал картиной, больше мне добавить нечего». Цыплакову выпала счастливая доля заниматься под руководством Игоря Грабаря и Сергея Герасимова, стремившихся восстановить традиционный живописный реализм. Его творчество нельзя понять вне того направления русской пленерной живописи, которая связывается в истории московской школы с именами Коровина, Архипова, Малютина. Благотворное воздействие импрессионизма сказалось и на палитре, и на стиле живописи, и в увлечении этюдными формами. Эта студенческая работа художника подлинный шедевр. В русском искусстве, а у Цыплакова особенно, восприятие импрессионизма неизбежно получало национальную окраску. Характер русского человека формируется природой и религией. И Виктор Григорьевич здесь классический пример. Как говорил сам Виктор Григорьевич, все свои впечатления он получил до 9-летнего возраста. А это было время, когда русский пейзаж был немыслим без храма. И поэтому в картинах Виктора Григорьевича постоянно видим все то, что всегда сопутствовало русскому человеку его душе. Его страданиям и боли. Успенский собор 17-го века в разрушенном войне Смоленске в 43-й год. Глубину трагедии и подвиг к самопожертвованию нашего народа в той войне художник мощно отразил отразил противостояние героини оккупантам. Поклонимся же мученице Зои, шагнувшей навстречу в своей судьбе. Поклонимся и этому образу, образу долготерпения простого народа, как олицетворение его нравственной силы. Подлинная красота, как гласят крылатые репинские слова, она вся в правде. Цыплаков умела раскрывать красоту самых простых явлений жизни. Давай закурим поразительная магия лица. Не люблю писать героев, признавался художник, которых знаешь дед два. Писал тех, кого хорошо знал, любил. Портрет жены, образ наполнен внутренней сосредоточенностью, самоугрубленностью и аскетической строгостью. Белый. Сынишка прелесть. Поэт и художник родимов. Прелестно, не правда ли? Сей образ величали буревестником. По-моему, это просто хорошая живопись. Странные мы все-таки люди, все стремимся переначать. Зазываем бурю. У нее развивается плащ, к тому же почти красного цвета. Ну и что? С красной преисподней он вылез и меня так и подпирает сказать анкор, еще анкор. Ас! Маузер, простите, кулак против кулака. горько, очень горько. Леонов Леонид Максимович. Что связывало художника и писателя? Общая боль за происходящее в России. Грацианский из русского леса. На зло вам мы вырубим все, когда придет пора. Не пощадим ни Волги, ни любезной вам Мезине, выкосим к черту Матери Печору и Каму, Днепр и Двину, Ангару и Енисей. И что там еще вы под полой у себя прячете? Национальное русское начало творчества Цыплакова выражается в неизменном тяготении художника к музыке времен года. Осень. Примечательно, что эти скромные по размерам вещи, написанные прямо с натуры, приобретают характер содержательных картин. В зимних пейзажах обращает внимание виртуозное мастерство. Неслучайный этюд «Мороз и солнце», хранящийся в Третьяковке, вызвал восхищение грабаря. Он просто прыгал от восторга, восклицая вот это русское искусство. Образ снежного покрова земли связывается в представлении художника с родиной, с ее стариной. Это очень важная сторона искусства художника, представившего землю украшенную величеством сияющих над ней храмов. Творчество Цыплакова-живописца неразрывно связано с Суриковским институтом, где он долгие годы вел мастерство, чтобы огонь не угас и продолжались традиции реалистической школы. «Пишите светлее», повторял он постоянно. «Свет, по мнению Цыплакова, это целая философия, душа самой живописи». Он считал, что кроме живописи, если чем-то еще увлекаешься, это как будто в чужой жених ходишь. В картине после трудового дня отразило свойственное именно русской живописи правдивое и вместе с тем целомудренное и возвышенное восприятие обнаженного тела. «Лето красное, лето ясное, время его ухода». Виктора Григорьевича пригласили в Италию, в Ватикан. Он сказал, я не поеду, я лучше поеду в Троицкое. Не езди уже Пушкин за границу, но и я не поехал. Посмотрите, какие у нас здесь дали красивые. Горизонт аж другой выгнулся. Речка рядом, водопад шумит. Вообще мне здесь дышится хорошо. Мы шли по косогору, поднялись на холм. Посмотри вот лес, как дракон зеленый ползет, а когда солнце садится, вон там зажигается огненный глаз. Мы были влюблены в него. Во всем его облике был настоящий художник. Старый, умный, мудрый, замечательный русский художник. Мастер. Тайна пришествия и ухода художника, тайна его жизни, неспосланная создателем, обрамлена скорбными поворотами в безвремени, как 1915-го, так и 1986-го. Художник Виктор Григорьевич Цыплаков. Времена года их вечный круговорот. Виктор Григорьевич Цыплаков. Какой удивительный, замечательный художник. Вот сейчас посмотрели, я его еще раз картины, хотя бы здесь в этом сюжете, и просто подумал, какой огромный мир русского человека, русской природы, русского мировоззрения перед нами возник. И какие хорошие, добрые слова, вот эти характери русского человека формируются природой и религиями. Да, совершенно верно. Еще можно сказать светлый мир, верно? Светлый мир. и краски, и все это создает возвышенное настроение. Вот мы соприкоснулись через эти картины с внутренним миром Цыплакова. Это мир прекрасный, светлый. И прав он, когда говорит, что наш мир формируется национальным, религиозным фактором. Вот вы знаете, только я такой вопрос нередко себе задаю. Да, конечно, иногда говорят, природа влияет на человека, народ, общество, государство. А что значит влиять? Влиять значит вызывать ответную реакцию. Так ведь вот может реакция быть и отрицательная. Ведь мы знаем много людей, которые ненавидят свой собственный народ. Которые говорят, это государство никогда не скажет Россия, не скажет мой народ или моё государство. У которых аллергия, знаете, вот человек и переносит. Ведь это же тоже реакция на реальность. Ну а животный пещерный атеизм, который приводит людей, я не знаю, в судорожное состояние, в потерю равновесия, при одном только упоминании о церкви. Вроде мы ничего злого бы не сделали, а реакция ужасная. Значит речь идёт не только о факторах, которые могут влиять, но и об ответной реакции. И вот ведь этот светлый мир Цыплакова возник потому, что его ответная реакция была светлой, чистой, возвышенной. В центре этой реакции любовь. Вы смотрите на эти лица, на эти пейзажи. Человек любит свою родину, он любит свой народ, он любит свою церковь. А значит он любит и Христа, а значит он любит этот нравственный христианский идеал. И правильно говорить, мне никуда ехать не надо, мне хорошо и здесь, мне хорошо в этой природе, мне хорошо с этим внутренним идеалом, с моим внутренним миром. Очень замечательный сюжет, замечательные слова и прекрасный художник. А вы знаете, вот вы сейчас сказали о том, что у Виктора Григорьевича Григорьевича Цыплакова такое, что ли, он видит добро, он любит добро, и от него идет добро и светлость. Вот светлость. А вот светлость у художника, но вот эти светлые личности, светлые художники, ведь сегодня-то они у нас не очень и в цене, я бы так сказал. Вот слава Богу, открылась Третьяковка. Слава Богу, слава Богу, открылась Третьяковка. Но Цыплакова, когда мы с ним слышали в последний раз и о других наших прекрасных художников, скачевых, я не буду перечислять сейчас. Невостребованность вы считаете ее? Невостребованность вот в этом идеале светлого, доброго, чистого? Огромная потребность у людей, огромная потребность. Но ведь, во-первых, для того, чтобы узнать о Цыплакове, надо либо прочитать, либо услышать. Основным источником... Или посмотреть. Или посмотреть. Основным источником информации сегодня для людей становится телевидение и вообще средство массовой информации. И, конечно, что рекламируется, о том люди и знают. Ну, а кто же знает о Цыплакове вот так? Да никто не знает, пока не увидели вашего сюжета. Слава Богу, что вы его показали, и люди теперь узнают об этом художнике. Поэтому, конечно, вопрос о том, что рекламируется, что предлагается нашему народу в качестве идеалов, в качестве примеров. И вот здесь очень важно, чтобы о таких людях, как Цыплаков, узнавал наш народ. Так же, как он узнавал о наших хороших писателях, поэтах. Чтобы не самое дурное и не самое страшное рекламировалось. Да, и чтобы он узнавал о наших тех людях, тех мучениках, которые делали все и жизнью положили именно за Россию, за Русь, за Русь святую. Вот в этой связи я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начали наш разговор, к идеалу. Знаете, сейчас люди задают вопрос, вот после развала коммунистической идеологии должен быть какой-то идеал, какая-то объединяющая нас идея. Вот особенно в армии об этом говорят. Мне часто приходится общаться с военнослужащими, говорить, слушайте, ну нужна же какая-то идея. Ну ведь надо же сказать, во имя чего ты рискуешь жизнью. Что-то ведь нас должно объединять, нет ничего. Мы люди разных национальностей, разных культур, разного возраста, положения, но что-то нас должно объединять. И вот сегодняшний этот сюжет с Уплаковым еще раз убедил меня в правоте мысли, которая возникла, когда я готовился к своему выступлению на Всемирном русском соборе. Меня спросили, скажите нам, как вы видите идеал, объединительную идею, общенациональную идею. И вы знаете, я убежден в следующем. Этот идеал должен формироваться из двух составляющих. Это должна быть любовь к своему народу, к своему отечеству. Это должен быть непременно патриотический идеал. Но патриотизм в голом виде очень может быстро превратиться в крайность, в экстремизм. Он очень может быстро, в кавычках, обогатиться ненавистью к другим. И вот для того, чтобы патриотизм был положительным, чтобы он объединял людей, он должен находиться как бы в рамках духовно-нравственного религиозного идеала. И поэтому, мне кажется, что объединительной идеей могла бы быть идея просвещенного патриотизма. Я говорю не от слова «свет», от слова «святость». Великий нравственный идеал, которым всегда жил наш народ, начиная от князя Владимира, Дмитрия Донского, Сергия Радонежского, Александра Невского, до Георгия Константиновича Жукова, и до тех людей, которые сегодня сохраняют этот идеал, соединенный с высоким нравственным идеалом, который проповедует православная церковь, вот это и могла бы быть общенациональная объединительная идея. И вот что интересно, мне кажется, эта идея не вошла бы в конфликт с людьми других вер. Потому что это же ведь что такое нравственный идеал православия? Это и есть общечеловеческий нравственный идеал. Он не войдет в конфликт ни с Ульманином, ни с евреем, ни с человеком других убеждений. Но без духовно-нравственного идеала патриотический идеал может быть опасным и ограниченным. А если нам удастся это соединить, мы все сохраним. Искусство свое, и народ свой. Просвещенный патриотизм, просвещенный от слова святость, Святая Русь, русский дом, Россия. И трудно не согласиться с тем, что говорят отцы церкви. Ведь вспомните историю. Было крепко православие, была крепка и Россия. Зашаталась православие, зашаталась и наша держава. И сегодня, когда мы хотим построить крепкий дом новой России, без веры, национальной веры, без обращения к памяти наших предков, к их славных делам, к их величию, мы не сможем сделать. Что бы мы сегодня не говорили и какие бы новые теории мы не предлагали. Вот прошел праздник 50-летия Победы. И тоже говорилось об этом, что без обращения к памяти наших предков, к их делам и славе, без обращения к истинной русской православной церкви вряд ли бы мы праздновали 50-летие Победы. Прохоровское поле. Даже спустя 52 года эту землю страшно трогать. Здесь, особенно в лесополосе, можно обнаружить снаряды, гранаты, останки погибших бойцов. Массированное наступление немцев под названием Цитадель встретилось на этом поле с другой цитаделью, крепостью духа советского солдата. Под Прохоровкой фашисты в последний раз попытались сломить оборону советских войск на Курской дуге. Утром 12 июля 600 танков клином двинулись впереди вооруженных автоматами гренадеров. Немцы впервые использовали танки «Тигр», батальон которых, по мнению Гитлера, стоил обычной танковой дивизии. На встречу фашистам устремились корпуса 5-й гвардейской танковой армии Ротмастера. В удушливой июльской жаре загрохотало крупнейшее встречное танковое сражение Второй мировой войны. Наши танкисты на предельных скоростях ринулись в ближний бой. Немецкий солдат впоследствии вспоминал «Никогда раньше я не получал столь наглядного впечатления о русской мощи. Облака густой пыли делали невозможным получить поддержку от Люфтваффе и вскоре многочисленные 34-ки прорвали наш передовой заслон и как хищные звери рыскали по полю боя. Элитные эсэсовские дивизии укомплектованные одними немцами встретились в бою с советскими солдатами и были потрясены обнаружив что не могут сломить силу с которой они столкнулись. К вечеру немцы были оттеснены оставив на поле битвы 350 неподвижно застывших танков. Мы любили свою родину и поэтому победили. В моей батарее были все национальности они были едины и мы только думали о том чтобы победить. У меня в возводе были все национальности и дрались мы как говорится за чизну. 52 года спустя на родном поле свершилась чум. Менее чем за два года была возведена звонница увенчанная скульптурой покрова Пресвятой Богородицы. Отныне здесь будет возноситься молитва о упокоении всех воинов погибших в великой битве на Курской дуге. В Прохоровке на народные пожертвования был построен белокаменный храм Петра и Павла. Внутри высечены имена павших в Прохоровском сражении. Один из жертвователей Василий Исаевич Молчанов. Этот девяностолетний старой закалки мужчина обменял свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Разницу раздал на строительство храма в Прохоровке, музея Жукова под Калугой, на его деньги смастерили скамейки для пожилых людей и подъездов дома, где живет Василий Исаевич. Пускай я не верующий, но там будут приходить верующие и молиться за погибших, которые спасли советскую власть и родину. Я поэтому решил побочь. Глядя на таких людей, как Василий Исаевич, любуюсь красотой православных святынь, вспоминая подвиги наших отцов и дедов, отчетливо понимаешь, что если уж нам выпало родиться большими и сильными, то уж никак не уживется в нас мелкая душа Карла Черноморова, думающего лишь о своей корысти. И всегда в русском народе сохранится уважение к тем, кто готов на самопожертвование для отчизны. Ведь нет больше сия любви, чем кто душу положит за други своими. Спасибо, что вы пришли к нам в русский дом, нашли время. Мы очень благодарны вам за ваши звонки, за ваши письма. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров